Сейчас говорим о благоустройстве. Это не сложно, потому что особых работ никаких нужно, просто хорошо его осмотреть и вот эти элементы все, которые есть, их выделить. И вот эти вот страшные кабеля, которые висят, их просто нужно убрать. То есть сделать вот так, тропинку так и тропинку так, и тропинку так, и свести вот туда, наверное. Отсюда могут начинаться все пешеходные веломаршруты, которые будут и в крепость, и на парусинку, и по променаду. Кстати, вот идея по веломаршрутам, то, что у вас прорисованы, это обязательно нужно сделать. Здесь можно вообще сделать первым в Ленинградской области велосипедный кашеринг, потому что отсюда далеко не украдешь велосипед, там пограничники, на нем не уедешь никуда. Вот, и здесь спокойно поставить вот этот вот прокат велосипедов за дедушку, и можно еще потом пару точек поставить в городе, где их можно сдать. Для тех же, так сказать, нарвитян, вот поверь мне, если будут хорошие велосипедные маршруты, с Эстонией будут любители велосипедов приезжать и на своих, и на арендованных кататься. Сербский район у нас в пилотных проектах, поэтому мы уже веломаршрут предварительно проработали, сейчас нужно создавать уже для этого всю инфраструктуру. Там есть набережная, есть канал, есть парусинка, то есть протяженность города, она позволяет здесь делать хорошие, интересные и увлекательные маршруты. Значит, у нас предусмотрены здесь велодорожки, пешеходные дорожки, здесь предусмотрен амфитеатр, где мы можем проводить массовые мероприятия. Здесь будут расположены пункты для малого-среднего бизнеса, то есть небольшие павильончики. Ну и, соответственно, все смотровые площадки, в том числе и предусмотрен пирс для установки в летнее время, в весенний и осенний период, пантонов сооружений для того, чтобы можно было еще и прийти на реку и посмотреть. То есть проект, на мой взгляд, очень интересный, он будет не хуже, чем в Нарве, это точно. И к реализации проекта мы уже приступили. На сегодняшний день, благодаря финансовой поддержке Кингисепского района, уделено 5 миллионов, мы уже проектируемся. До конца октября закончим проектирование и постараемся в этом году. То есть там как раз рельеф позволяет, то есть там возвышенность, и он очень гармонично будет смотреться. Будет площадь, и музей Белибина, это все, вот мы музей возьмем на себя, это надо сделать все в едином пространстве. Здесь надо увязать. Если, например, мы будем известняк делать, тогда нужно и вот эти все вещи, вот боковые, сделать в таком же известняке. Вот здесь же. Что надо делать? Делать в стерне полную. Здесь почему вытапливают и ходят, как попало, потому что нет четкой-четкой тропы. Я вчера, я прошел, как турист, здесь прокурорский, ну-ка, все безобразие у них будет брать, навести в порядок. Ну, вот здесь я просил сделать нормальный асфальтный залог. Не более-то федеральный, если я забыл про долг, ну, может быть, это сделать. На алкогольном баллоне все. Если я забыл на долг, тогда кусок тоже. Ну, а что же они не могут сделать, вот здесь, действительно, вот это не кусок, но это позорище. Тем более, здесь машина-то ездит те, кто людей встречает, либо здесь ходят пешком. Либо здесь и на пешком, либо так. Лицо города должна быть хорошая точка для стоянки автомобиля, а для отдыха, светильнички должны быть там и все остальное. Здесь, ну, вот, люди дошли сюда, а дальше, как они пошли? А дальше они пошли по поверкам, как я и шел в прошлый раз здесь, точно так же. Причем здесь не самая плохая дорога была, там еще хуже. И по поводу, значит, и местные, давайте решать, что мы будем полностью сделаны здесь. И это мне рамка, так сказать, общей суммы комфортной среды, это рамка, так сказать, наших общих дел, как считаете, обустройство границ. До октября, до октября, до октября, до октября, ну, до 1 ноября должен быть проект, чтобы мы уже понимали, какую сумму мы заложим у себя в бюджете и какую сумму мы будем, так сказать, просить, заложить, и какую сумму будет, значит, Росавтодорф. Я умею, здесь вот сейчас работали, вот, как раз, а не про прохим, потому что потом садится. Надо садиться и делать многоустройство комплексное, а не так, что кусок здесь сделали, кусок здесь сделали, но он должен нарисован быть, как это все в итоге получится. А вы сделаете набережную, вот это вот все, вот это останется здесь. Сегодня я не стал на вас шуметь. Стоянки не останутся на грунте, да? У нас точно такой же. Надо его делать по тот же живой дом или по что-то еще, сделать серьезную реконструкцию. У нас на предельной 21 точно такой же дом. Выкупил инвестор, сейчас делает там ремонт и будет создавать жилье, строить. Здесь надо дом расселять действительно до конца и бонусы восстанавливать, делать заново живой дом и выставлять квартиры либо на продажу, либо мы их отфинансируем. Тот дом, он на половину расселён по программе, осталось 4 квартиры. Но сносить-то его надо, но надо, если когда мы расселим, сделать полностью реконструкцию по тот же живой дом. Стены-то толстые. Куда делается с вами? Там у тебя что? Тоже дом. Там тоже жилой дом, да. Но надо тоже его ставить, либо на капремонт ставить, программу, либо начать что-то еще. Эсаметр. Когда вы давали команды, я первый раз приезжал, и говорили, что здесь вот этот дом, вот этот дом, и вот это вот все, конечно, надо смотреть комплексно. Они, вы правы, вот сейчас опять деньги вкладывают, и оно будет ни два, ни полтора. Надо же сразу вот здесь какой-то сельсквер благоустраивать. Это потому что вот так вот. Сты срывать. А вот это чье здание? Это частная собственность, выкупил предпринимать. А то нельзя заставить, 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 что вот пассажер сделал, или хотя бы закрыл какой-то пассажер. Вот написание три раза. Вы поймите, здесь если все эти дома в порядок привезти, то здесь будет жемчужж, а не пункт пропуска. Это что у вас такое вот это? Это частный, частный магазин, частная земля. Предприниматель фиюзов, да, давным-давно выкупил. Здесь у него жила золотая, постоянная, вот он. Значит заставьте его привезти в порядок фундамента. Да, это же самое. Фасад. Фасад и фундамент. И фундамент, конечно, и благоустройство пусть делает вокруг. Не, не, здесь у нас клумб... А что, нельзя с ним договориться что ли? Договоримся. Договоримся. Нет, вы... Десять тысяч честных способов есть, как с ним договориться. Я думаю, что мы одним справимся. Нет. Должно быть все приведено в порядок. Это должно быть в приоритете. Оксиан Михайлович, сейчас надо садиться с ручкой, с карандашом, с проектировщиками, с главой района, с главой города. И вот брать зоны. Зона, значит, приграничная номер один, зона приграничная номер два. И все до последнего состояния. Кому принадлежит дом, кому принадлежит земля, кому принадлежит магазин. И все это приводить в порядок. Чтобы отсюда, когда вышли, сразу видеть, что здесь все хорошо. Сессия 20 августа, все здесь, домостройство полностью работает. Не засадивает, да? Здесь будут у вас все работы по коммуникациям проведены все заранее. Поэтому все предприятия, они уже прежде, и все работы уже проведены. Поэтому здесь уже копать не очень удобно. Место-то шикарное, дом-то шикарный. Если его привести в порядок, можно... Как сейчас в Бакситогорске сделали, заиграли все, неприятный... Причем деньги-то небольшие, на самом деле. Деньги-то небольшие заигрываются. Молодежь прибегала. Первое, надо его признать вымороченным имуществом. Если были хозяева, и сейчас хозяева не объявляют. Этот объект нужно признавать вымороченным имуществом. По суду брать себе на баланс. После этого надо брать себе на баланс. После этого надо отдать в область. Здесь свои деньги сделаны, не вернем к работе. Почему? Мы здесь стоим за свой счет. Мы, может быть, здесь музей какой-нибудь сделаем большой. Поэтому, конечно, лучше это восстанавливать под какие-то нужды людей. Да, социально. По крайней мере, здесь можно разделить это на два этапа. Первый этап – внешнюю часть восстановить. Ну, фасад и кровлю. И сделать фасад. И вставить окна. А дальше думать, как использовать внутреннюю часть. Пока сходу мы никакой идеи не придумываем. Но первое-наперво – это нужно признать муниципальную собственность. Потому что пока это частный объект, мы ничего и не можем сделать. Но параллельно, параллельно надо делать, надо заказывать проект. Причем на проект надо просить деньги. Но опять-таки мы тебе денег не дадим, пока вы не признаете это муниципальной собственности. То есть нет основания. Сейчас единственное, что можно сделать за счет аварийного фонда губернатора, я могу тебе выделить деньги, чтобы ты все это затянул сеткой. Поставили леса и затянули сеткой. И все. Это вот первое, что можно сделать. Чтобы была безопасность и закрыть окна все, чтобы полностью закрыть сеткой. И закрыть окна, чтобы сюда никто не попадался. А что вот здесь с капремонтом? Может хотя бы по одному, по два домика в год включать и потихоньку двигаться? Не знаю, что там комплексно о том, чтобы у леволюции. Я сейчас проанализирую. Сколько здесь домов? У нас здесь получается 7 домов. И в чем в плохом состоянии? 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И в чем в плохом состоянии? Да. 6 домов. Вот так, вот так, вот так. Вот так вот. Здесь вот. Раньше вообще какие-то документы. Ну, надо откровенно отдавать информацию, что смотрим Ивангород, что очень много заброшенных зданий, потому что в свое время, когда Ивангород был в составе большой страны, работали фабрики, сейчас они не вот эта бюджутая фабрика, а не работают. А так, понятно, что осталось совершенно трудно. Ну, а было, 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 было полторы тысячи. Полторы тысячи, да. Это было на Парусинке, скажем так, городообразовое. Здесь же барон Штиглиц в свое время, его семья, они же здесь построили и свое имение, и церковь, и фабрику. Была лучшая мануфактура России. Это был образец. Штиглиц же возглавлял российские железные дороги, был огромным меценатом. И вот этот, как раз, район Парусинка в то время считался образцовым районом. Это вот были дома для рабочих, вот это, значит, был дом для, так сказать, инженерного персонала, с общей вот такой концепцией гостиной и так далее. А сейчас, к сожалению, вот такая история. Писать об этом, что единая концепция будет поручена. Все имущество, которое сейчас не имеет собственника признавать вымороченным имуществом, ставить на баланс муниципалитета и проводить, значит, затем реставрацию. А дома все расселять, которые вот аварийные, но дома обратно делать жилыми, потому что мы ни по что, по другое не приспособим. У нас нет столько здесь социальных объектов, чтобы давать. Если бы это был большой город, мы бы там что-то отдали под дом пионеров, там условно говоря, что-то отдали, так сказать, под там дворец брагосочетания, что-то бы отдали там под службу соцзащиты. А здесь этого не нужно. Здесь один из тысяч жителей. Какие тут социальные службы? Что здесь у нас уже вот отреставрировано, сделано? Значит, что здесь сделано? Главный корпус, он не отреставрированный, не сделан. Это вот здание 65-го года. Здесь находятся три отделения. ЛОР-отделение, отделение травматологии и приемное отделение, и хозблок. И отремонтированы корпусы, третийский, где находится стоматология, токи дневного пребывания и терминфический. А в основном корпусы сейчас никакие работы не видны? Никакие. А проектирование? Проектирование, идет проектирование ЛОР-отделения. Значит, мы планируем, что в экспертизу мы выйдем только вот в ноябре. и планируем на будущее ГОР-отделение в этом корпусе делать. Но кровля сделана полностью? Кровля полностью сделана, да. Но окна тоже не везде заменены. Окна хотя бы надо было везде заменены. Сергей Валентинович, ну а может, когда здесь с тобой были три года назад, договаривались, что мы поэтапно будем здесь все ремонтировать? Так точно. Но это, ты считаешь, поэтапно не делаем? Хотя бы окна надо было все сделать сразу. Что, Александр Ильич, у нас на следующий год ремонт ГОР-отделения здесь. А что у вас, а что вы три года здесь делали? Даже не три, четыре года. Что вы здесь делали? Терапевтический корпус. Терапевтический корпус целиком и полностью. Основное здание. Сколько денег, уважаемые? Более 50 миллионов. Ну это небольшая сумма. Значит, все, что касается детства в Кингисеппе делали. И сейчас огромный ремонт на 150 миллионов детской поликлинике в Кингисеппе. Понимаешь, я ведь не случайно тогда вам говорил, что нужно начинать с Ивангорода, потому что здесь и так все тухло. Вот мы сейчас ездим по городу, разруха сплошная. Как будто тут город после войны нам достался. Но хотя бы там, где мы впрямую можем деньги тратить, и тратить, так сказать, достаточно безбаясь, надо было начинать с больничного городка. Почему я тогда вам и сказал. Начинайте с Ивангорода. Вы делаете в Кингисеппе. Понятно, в Кингисеппе пациентов больше, больницы больше загружены. Но надо хотя бы какие-то точки отдельные в Ивангороде было привести в порядок, то у себя задача стояла привести больничный городок в порядок. Пищеблок так и не сделали до сих пор. Пищеблок проектируют строители, безусловно. Александр Ильич, самое главное здесь было поликлиниками, которые прищутки пищевые. Это мазохизм, честное слово. Ну, надо же делать все комплексно. Если с чего-то начали, надо дальше до конца доводить. Доведем мы, Александр. Ну, если начали окна менять, поменять и везде окна. Ну, кровлю бы же не сделали, половина кровли, а вторую половину не доделали. Ну, что это? Ну, сейчас подойдем, ребенок пристегнет. Ну, что это? По лестнице напоминяется. Замок предельская, чисто для нас. А, какую же пищевую. Здесь-то снаружи можно ремонт-то не делать. Стены хорошие. Покрасил стены, просто покрасил. И внутри сделал нормальный ремонт. Ну, это же убогость. С Богом же. Все. Ну, да, люди в таких условиях лечатся. И еще и работают. Каждый день. Вот, кстати, как раз будем дома вот эти переделывать. Значит, наконец-то и на Пасторово сделаем. Там нормальные для врачей квартиры. Сергей Валентинович, 60 миллионов на благоустройство и 30 миллионов на пищевую. За 100 миллионов мы бы здесь закрыли всю проблему. А мы, как, извините меня, значит, кота за одно место взяли. Ну, добились бы в одном месте и все. Нормальные? Нормальные. Хорошие, да? Здесь работают врачи на полставки. Она принимает три раза в неделю, принимает, приезжает. Поэтому это особо, это кадровый вопрос. Мы их будем сейчас брать на себя и делать квартиры. Мы будем давать, в первую очередь, врачам. Мы молодым, получить жилье. Тем более, что, скажем, сейчас дорогу расширяем сюда. Для Петербурга будет удобно. Я думаю, что приедут. Особенно те, кто в мудинке приехал в Петербург учиться. Все-таки Ивангород лучше, чем куда-то там подальше уезжать. Правильно женщины сказали. Еда холодная, потому что пока с Кингисеппо везут, она остывает. Либо должен быть специализм транспорт, который ее подогревает, либо здесь должна быть система подогрева. Ну как здесь я подогреваю? Не сговариваю. Женщины говорят, что еда холодная. И причем, это не только они говорят. Мне пишут постоянно с Ивангорода одна из жалоб, что холодная еда. Насколько это холодная еда? Готовить, это далеко не надо. И стройки еще будут. Как сейчас выходить из ситуации? Александр Ильич, мы купили автомобиль. Все, что можно было в контейнерах. Какой автомобиль? Специальный автомобиль, который возит. Лада Ларку, скажешь, что он не греет, но это специальный автомобиль. Но есть специализированные автомобили, которые еще и греют. Вы посмотрите, купите. Но пока мы еще будем строить, еще два года. Так, Николай Ильич? И два года люди будут мучиться? Ну, это минимум. Купите автомобиль, который есть в системе подогрева. Специальный автомобиль для аутсорсинга, для перевозки пищи на расстояние. Чтобы вы сюда привозили теплую пищу. Ну, так думайте. Или ставьте здесь какой-то модуль, который будет пищу подогревать. Я не знаю, что еще тут надо делать. Там с тарелки или горячая тарелка, горячая пища принесли, поставили. Еще тарелка пока остынет, будет пищеварен. А что от мозга сделать? А что от мозга сразу не сделать? Я понимаю, что это ремонт. Ну, вы не видите какого-то жилья. Ну, вы хоть подсказываете на специалистов. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Она в каком состоянии? Хороший. Отремонтирована она. Начинали с поликлиника, но это было... Это было... Ну, плохо. Надо было подходить к комплексу. Надо было, если начинать делать больницу, как мы сделали там один корпус, надо было ее делать всю. Там заплату. Мне кажется, что все... Заплатки новые, а вид кафтана какой? Хреновый вид кафтана. Вот так же и с больничным городком. Какие-то корпуса новые, какие-то совсем старые. А общий вид какой от больницы? Плохой. Хреновый вид от больницы общий. Вот так и здесь. Сколько у вас здесь специалистов сейчас? Детская? Два врача. Два врача. Два педиатра. А ставок сколько? Ну, у них по населению должно быть три ставки. У них 1900... Детская ставка. Они мы ездим. Мы ездим. Мы за полгода, это было как минимум, наверное, 12 выездов. Все диспансерные группы, все школы-садики, все... Это выезжает григада специалистов, они здесь осматривают. Плюс ко всему у нас и детский хирург, который как бы еще владеет УЗИ. И он сейчас просто чешет все эти деревни, где никогда вообще жизни не было. Портативный аппарат УЗИ получили по программе модернизации здравоохранения детского. И он сейчас у нас просто, ну, наверное, практически такое обследование УЗИ не было никогда, как в этом году. Он появился человек и появился аппарат. Поэтому сказать, что плохо как бы... Спасибо. Это вот так, это... Это разные варианты были, которые мы предлагаем. У нас не все правильно. Значит, сейчас будет отделочная работа, штукатурная, большая работа, а также работа по бассейну, штукатурка и приступаем к переизоляции участок бассейна. У вас срок по контракту сдачи объекта 20 декабря? 20 декабря. 20 декабря объект будет готов, включая и с помощью работа. Пойдем посмотрим. Сегодня поездка состоит из двух частей. Первая часть, она больше федеральная повестка. Это все-таки вопросы, связанные с развитием пунктов пропуска. И пешеходный пункт пропуска, и автомобильный пункт пропуска через Ивангород. Мы прекрасно понимаем, что автомобильному пункту пропуска Ивангорода 26 лет. И за 26 лет, к сожалению, нам не удалось решить, наверное, самого главного вопроса. Это построить альтернативный пункт пропуска и новый мост. И потом, как бы мы ни говорили о расширении объема пропуска через автомобильный пункт пропуска автомобилей, автобусов, грузовиков, расширяться невозможно. Можно его улучшить. Можно там сделать более комфортное пребывание служб. Можно сделать более комфортное пребывание тех, кто там оформляется. Но кардинально увеличить нагрузку невозможно. Поэтому сегодня основная тема, о которой мы говорили, это строительство специальной площадки, перехватывающей парковки, а куда будет направляться весь транзитный транспорт, который приезжает в Ивангород. Вы знаете, что основная сегодня проблема пункта пропуска – это стоянки транспорта вдоль федеральной трассы, во дворах ивангородских жителей. Транспорт стоит и летом, и зимой. Зимой еще ситуация хуже, потому что машины работают, потому что холодно, идет загазованность города. А самое главное – это еще экологическая нагрузка. Вот провели цифру, которая меня удивила. После весны этого года дорожники вдоль полосы дороги, где стоят автомобили, убрали 56 тонн мусора. Представляете, 56 тонн мусора за какие-то 4-5 месяцев. При этом нет нормальных туалетов, дальнобойщики требуют душевые кабины. Многие хотели бы получить элементарную удобство, чтобы можно было перекусить. А многие дальнобойщики специально подгадывают свой транзит. Вы знаете, что через определенное время они должны отдыхать. Они хотят, чтобы были недорогие комнаты или номера, где можно было бы отдохнуть, поспать, купить сопутствующие товары в дороге. А это все можно, конечно, сделать, построив отдельно площадку, накопитель, отстойник, давайте так ее назовем, для транзитного транспорта. Такой опыт есть на соседней территории, в городе Нарва. И мы, наконец, после долгих пятилетних споров, приняли решение, что такой же накопитель для транспорта будет построен на въезде в Ивангород. Это, наверное, самое главное достижение сегодняшней рабочей группы. Еще раз повторю, мы к этому шли 5 лет. Строиться это будет за небюджетные деньги. Более того, никто не предполагает, что там будет какая-то отдельная плата за заезд на эту площадку, зарабатывать или оправдывать расходы компания, которая будет строить. Возможно, она будет строить совместно с бюджетом Ленинградской области за счет сопутствующих услуг. Это платный душ, платные удобства, это кафе, это магазины, это гостиничные номера и так далее. Система будет позволять электронно записаться заранее. И те, кто не хочет стоять и долго ждать своей очереди, могут подгадать так режим или так свой график, чтобы приехать, получить талончик и сразу же поехать на границу. Это первая часть. А сроки понятны? Сроки понятны. Мы хотим уже до октября внести изменения в соответствующие нормативные документы и сделать проект и уже во втором квартале следующего года начать строительство. Мы хотим, чтобы к осени следующего года такая площадка была построена. Это не просто площадка, не просто стоянка. Я уже повторил, что там должны быть определенные построенные модули для отдыха и обслуживания пассажиров. Вторая очень важная тема. Почти миллиард рублей будет выделено рост строя границей для обустройства и пешеходного, и автомобильного пункта пропуска. Это те деньги, которые как раз пойдут на улучшение бытового обслуживания тех таможенников и пограничников, которые работают, на обустройство подходов, будут более комфортабельные подходы к границе, на обустройство освещения и на строительство самих пунктов оформления паспортов и иных документов, в том числе для растамаживания груза или для оформления груза. Потому что все технологии, по которым сегодня работает пункт пропуска, это технологии 20-летней давности. Сегодня уже многое изменилось. Даже в Ленинградской области появились более современные пункты пропуска. Это тоже такое очень правильное решение. Мы его ждали три года, чуть меньше. Наконец оно состоялось. Ну и вторая тема, это тема в целом Ивангорода, благоустройства, развития Ивангорода. Но вы не хуже меня увидели, что Ивангород требует серьезного приложения сил и средств. Ну действительно так получилось, что Ивангород имел самый, наверное, пик своего развития, когда здесь работала, жила семья обороны Штиглица, известного человека, того, кто развивал российские железные дороги. Здесь был построен и красивый храм, церковь. Здесь была построена современная больница. Здесь были построены дома для жителей. И построена современнейшая мануфактура, и ноджутовая фабрика, которая была тогда образцом производства для большой России. Во время советского периода здесь работал ряд крупных предприятий. Например, на той же ноджутовой фабрике сегодня работает 150 человек, работало в 10 раз больше, полторы тысячи человек. Понятно, что с уходом больших предприятий, весь жилой фонд, все социальные объекты оказались брошены. Особенно жилые дома. Мы сегодня с вами их видели. Практически каждый дом – это памятник культурного наследия, либо регионального, либо местного, либо федерального значения. Но, к сожалению, все находятся они в плачевном состоянии. Поэтому будет принята программа, я сегодня уже дал поручение, комплексного развития Ивангорода. Она будет включать в себя четыре элемента. Первое – это опорная сеть дорог, которая должна быть приведена в порядок. Это опорная сеть дорог и тротуары. Второе – это создание элементов благоустройства, как то скверы, площади, парковые зоны, набережные. Третье – это приведение в порядок всех социальных учреждений. Детские сады, школы, поликлиника, больницы и так далее. И четвертое – это программа реновации исторических зданий, реновации старых зданий, где в том числе находится жилье. Мы точно понимаем, что новых социальных объектов Ивангороду пока не нужно. Но это факт. 11 тысяч жителей, и мы даже с вами были в детской поликлинике. Неплохая поликлиника, значит, большая. А работает всего три врача-педиатра, потому что по современным ставкам, ну вот такая нагрузка. Работает два, но можно еще там с натяжкой взять еще третьего врача, а так две с половиной ставки врачей-педиатра. Понятно также, что вот, например, здание, которое мы видели разрушенное. Тут многие местные ностальгически вспоминали, что в нем еще на заре перестройки во время кооперации находился ресторан. Понятно, что это здание тоже нужно как-то приспосабливать под жилые цели или иные цели, которые нужны для городского хозяйства. Напротив дом наполовину расселенный, понятно, что его надо расселять, дом ставить на ремонт и опять-таки там делать жилье. То есть максимально все-таки обратно дома увлекать в оборот, делая там квартира. Но подходить нужно комплексам. Не как вот сегодня мы посмотрели пешеходный пункт пропуска. Да, область выделила деньги, да, там делаются тротуары, будет благоустройство, но рядом стоят облезлые дома до конца не расселенные. Значит, нужно отремонтировать дома, сделать их современными и, конечно, чтобы там были современные квартиры. Кому давать квартиры? Ну, скорее всего, будем привлекать финансирование из двух источников. Федеральное финансирование – это жилье для федералов, прежде всего пограничники, таможенники и другие структуры, кто работает на границе. И второе – это финансировать мы будем из областного бюджета покупка квартир для врачей, для учителей, для работников культуры и так далее. То есть я думаю, что при таком подходе Ивангород, наверное, будет первый город в Ленинградской области, где все бюджетники будут обеспечены жильем. Но иного способа восстановить дома у нас нет. Рассчитывать на то, что сюда придет бизнес и их будет восстанавливать, ну, надежда слабая. Ну, не тот город, не тот объем жителей, не та покупательская способность, чтобы здесь активно развивался и строился бизнес. Поэтому задача одна – это прикладывать сюда силы бюджетные. Федеральный бюджет, областной бюджет – вот, наверное, два основных источника финансирования, которые здесь будут. Но сначала нужна комплексная программа развития города. Я вот сегодня привел примеры больничного городка, да в целом города, что если у тебя изношенный кафтан, и ты ставишь на нем новые заплатки, от этого кафтан новым не станет. Он будет еще выглядеть более потрепанным, потому что на новые заплатки будет рядом и потрепанная ткань. Поэтому нужна комплексная программа. Не случайно, уже через неделю, может быть, дней через десять, сюда придет целая бригада моих специалистов. Это и комитет по ЖКХ, это и комитет по ТЭК, это и комитет по культуре, это и комитет по строительству. Значит, это и фонд капитального ремонта, который будут проводить обследование города совместно с местными властями. Затем будем подтаскивать на конкурс на основе проектировщиков, которые нам нарисуют концепцию Ивангорода, какой Ивангород должен быть по мнению архитектора, по мнению проектировщика. Мы последовательно эту концепцию будем реализовывать.